Сегодня по всей стране проходит федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. На тысячи площадок по всей стране работодатели расскажут о своих предложениях, но о соискателе смогут выбрать, где трудиться с максимально комфортными и выгодными для себя условиями. Напомню, всероссийская ярмарка трудоустройства по поручению президента проводится ежегодно. Первый региональный этап прошел 12 апреля в формате очных мероприятий. Ко второму этапу в дополнение к оффлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» с витриной работодателей. О трендах на рынке HR поговорим с заместителем директора службы занятости населения Москвы и Центра профессии будущего Игорем Васиным. Он сейчас на прямой связи с нами. Игорь Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, как проходит ярмарка вакансий в Москве? Сколько работодателей, площадок вы представили в этом году? В этом году на втором этапе всероссийской ярмарки у нас 5 площадок, где проходят мероприятия. 120 работодателей. И на сегодня это более 15 тысяч вакансий, которые они представили соискателям. Понятно. А кто сейчас типичный посетитель ярмарки вакансий? Это люди, которые хотят радикально сменить свою сферу деятельности? Или наоборот, просто найти работу в той же сфере, но с более выгодными условиями? Кто эти люди? Вы знаете, сейчас нет единого портрета нашего гостя. К нам обращаются все жители города. И ситуация абсолютно разная. Кто-то хочет поменять работу и радикально изменить свою жизнь, найти себя в другой сфере. Таких много. Они ориентированы на наши сервисы. И мы с помощью наших партнеров, работодателей, помогаем им в этом. А есть те, про которые вы тоже сказали, которые хотят развиваться в рамках своей отрасли, своей профессии. Какая выгода все-таки для работодателей приходить на такие ярмарки, ярмарки вакансий? Действительно на них они находят хороших специалистов? Или это больше пиар-ход для компаний, возможность показать себя? Вы знаете, еще год назад, прежде всего, для работодателей это был именно пиар-ход. Это была возможность заявить о себе. Но благодаря нашим усилиям, благодаря формату проведения ярмарок, мы все-таки пришли к тому, что нас посещают именно мотивированные кандидаты. Люди, настроенные на поиск работы. Поэтому даже по первому этапу, который прошел в апреле, мы получили обратную связь от работодателей о качестве соискателей, которые с помощью наших сервисов вышли к ним на работу. Вы работаете в службе занятости населения Москвы. Какие специалисты нужны сейчас столице? Я уверен, что Москва в современном мире сейчас не отличается от других городов. Дело в том, что ситуация на рынке труда примерно одинакова по всей стране. Ключевой тренд – это колоссальный дефицит по рабочим специальностям. Именно эти специалисты востребованы во всех отраслях. Это и промышленность, и ритейл, и сервис услуг. Ну а какие профессии в целом по стране вы бы назвали сейчас самыми топовыми? Где выше всего зарплаты? Вы знаете, я думаю, что все-таки эти моменты не всегда совпадают. Да, колоссальная востребованность, с одной стороны, и высокий уровень зарплаты. К сожалению, не всегда есть совпадения. Но если мы говорим о самых востребованных профессиях, это все-таки, повторю, именно рабочие специальности. Такие, как ток и фрезеровщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, заливщик компаундов. Это следствие механо-сборочных работ. Колоссальная потребность, ну, пожалуй, все-таки именно в этих специалистах. Другой момент, что не всегда и не у всех работодателей именно эти профессии в топе по заработной плате. Все-таки, если мы говорим про высокий уровень заработной платы, то это, наверное, чуть другие позиции, которые требуют более глубокой квалификации, других знаний и, наверное, более глубинной подготовки. Ну, например, это оператор или наладчик столков с ЧПУ. А кто вообще сейчас диктует условия на рынке труда? Те, кто ищет работу или ее предлагает? Мы часто говорим о том, что сейчас рынок кандидата. Это абсолютно точно, потому что действительно на сегодня кандидатов меньше, чем актуальных вакансий у работодателей Москвы. Ну, а как долго может продлиться в России рекорд на низкой безработице? Или может ли возникнуть еще больше дефицит на рынке труда? Как вы прогнозируете ситуацию? Мы максимально стараемся сделать так, чтобы дефицит кадров сходил на нет. Благодаря определенным мерам, которые мы предпринимаем, и проектам, которые запускаем совместно с департаментами образования города Москвы, труда и социальной защиты. Один из проектов, который направлен на снижение дефицита кадров, это трудоустройство соискателей через сервис обучения коротким программам. Но найти достойную работу всегда было сложно именно выпускникам колледжей и вузов. Без опыта, как говорится, не берут, а набраться его пока негде. Сейчас ситуация изменилась или нет? Да, действительно было совсем недавно именно так. Буквально два года назад работодатели демонстрировали колоссальную косность в принятии решений в пользу выпускников вчерашних. Действительно говорили о том, что не хватает квалификации, и уровень их подготовки далек от реальных потребностей работодателей. За год мы видим, что благодаря усилию департамента образования города Москвы произошли колоссальные изменения в программе обучения студентов СПО. Не только по наполнению, но и по ее организации. Мы все знаем о том, что программа поменялась и используется формула 70 на 30. Это говорит о том, что 30% только в общем процессе обучения занимает теория, а 70% практика, и практика именно у конкретных работодателей. После того, как реализовали этот подход в обучении, у работодателей изменилось отношение к выпускникам. Мы видим, что качество образования и подготовки студентов также значительно подтянулось. Те стереотипы, которые были у работодателей города Москвы в отношении выпускников СПО, они практически исчезли. Игорь Васильевич, на этой неделе был принят закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Как говорят его авторы, нововведение поможет вернуть на рынок труда тысячи опытных специалистов. Действительно ли сейчас человеку за 60 легко устроиться или продолжать успешно работать, не чувствуя, как говорится, давление из-за своего возраста? Вы знаете, изменения на рынке труда привели к тому, что все работодатели пересмотрели свою концепцию и пересмотрели целевую аудиторию. Промышленные предприятия, многие сейчас работают над тем, чтобы удерживать людей пенсионного и предпенсионного возраста. Мы понимаем, что вступаем в определенный период, когда знания, компетенции именно этих людей будут, наверное, играть решающую роль в развитии нового персонала. Все стараются запускать программы наставничества. И в рамках этих программ, реализуемых у того или иного работодателя, именно люди старшего поколения играют роль ключевых наставников. Поэтому тут с двух сторон. Человек видит востребованность свою, видит свою значимость, видит уважение со стороны руководства. С одной стороны, с другой стороны, понимает свою непредметную целесообразность нахождения на заводе. Многие люди, которые даже были уволены еще год-полтора назад и ушли на заслуженный отдых, они сейчас возвращаются на предприятие для того, чтобы помочь родному заводу или компании снова показать какую-то определенную эффективность и достичь производственных планов. Но рекордно низкая безработица в теории всегда ведет к повышению зарплат. Вы наблюдаете такую тенденцию или нет? И достигнут ли уже потолок в этом плане? Мы наблюдали эту тенденцию. Это действительно факт, абсолютный факт. Мы видели гонку заработных плат в погоне за трудовым ресурсом. Все старались, наверное, по максимуму своих возможностей финансовых поднять заработную плату, предложить наиболее интересный вариант по оплате труда. Но я могу сказать, что где-то уже в начале этого года работодатели достигли пика какого-то. Мы это видим по всем отраслям. Не только промышленность, но и ритейл. Понятно, что маржинальная доходность любого бизнеса ограничена. И по большому счету сейчас работодатели Москвы переключились на другие инструменты, кроме повышения заработных плат. Речь идет о развитии социального пакета, каких-то дополнительных льготах, нематериальном стимулировании. Ключевой акцент и тренд этого года, он именно в этом. Но если говорить о конкретных цифрах, какая вилка зарплат представлена сегодня на московских площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства, о чем сегодня можно говорить? Мы абсолютно уверенно можем заявлять о том, что любой наш гость, который придет в ту или иную локацию, к нам на ярмарку, он сможет найти работу с заработной платой от 100 тысяч рублей. Это какой-то некий гарантированный минимум. Мы старались подобрать работодателей, и их актуальные вакансии как раз стартуют с этой суммы. Вилка гораздо больше. Мы понимаем, что в современных реалиях столицы, например, монтажник Рео, может зарабатывать от 120 до 250 и выше. Это абсолютно точно другой пример. Средства механосборочных работ. Мы также знаем, что если на старте человек заходит на 100 тысяч рублей, то через полгода, через год он может выйти на 150, 160, 170. Все объясняется и определяется его мотивацией, его личным вкладом и, наверное, желанием зарабатывать больше. Все и работодатели, и мы уверяем гостей, уверяем кандидатов в том, что на сегодня не существует, как правило, в верхней планке. Лимитов нет. Спасибо, Игорь Васильевич. О ситуации на рынке труда мы говорили с заместителем директора службы занятости населения Москвы и Центра профессии будущего Игорем Васиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова